Все, можно бомбить. И погнали! Друзья, всем привет! Меня зовут Стефан, вы снова на канале 3DIY. Сегодня я подготовил для вас 6 прекрасных новостей. Заваривайте себе чаечек, кофеечек, приготовьте себе вкусный бутерброд под мои новости, и мы начинаем. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и поставить колокольчик. Можете, так сказать, передернуть его, даже если захотите. Погнали! В Праге появилась трамвайная остановка, напечатанная на 3D-принтере. Очень интересная такая новость. В общем, 3D-печатью и возведением непосредственно остановки занималась компания SoConcrete 3D. Как они утверждают, возведение всей конструкции заняло 36 часов, что достаточно быстро. Их удивительный такой генеративный, так сказать, дизайн в сочетании с ретопологией, с правильной структурой непосредственно самой остановки, позволили им сэкономить до 60% на материалах, что звучит очень даже солидно. И что самое главное, такое решение позволило им сэкономить на ручном труде как бы человека. Как сообщает издание новинки Чехии, пока что эта остановка является единственной в своем роде, и расширять каких-то парк 3D-печатных остановок они не собираются. Что ж, нам остается только надеяться, что чешские гопники не испортят эту остановку в ближайшие полгода, и что какая-нибудь чешская бабуля сможет долго сидеть на этой скамейке и ждать своего трамвайчика. Но на самом деле от себя могу лишь только добавить то, что остановка хоть и выглядит красиво, но знаете, очень много таких пустотелых объектов в ней, скажем так, есть. Вот, и поэтому мне кажется, что она летом от солнца не будет спасать от слова совсем. Ну, как бы дизайн сделали, остановку сделали, бабуля кайфует. Классно. Погнали дальше. Погнали дальше. Билеты доступны, вы их можете уже купить. Под мероприятие забронировано два этажа выставочного центра Петроконгресс. На первом этаже будет располагаться арт-зона, творческая зона, где всякие крафтеры, там, вроде меня, будут показывать свои напечатанные изделия. Также там будут представлены работы конструкторов 3D-принтеров, работы студии 3D-печати и, собственно, оборудования и расходники от производителей различных 3D-индустрий. На втором этаже же будут продемонстрированы мастер-классы по 3D-печати. Там даже пройдет какой-то курс по первичному 3D-моделированию. Так что, уверен, многим из вас это будет интересно. И там также будут участвовать спикеры от компании 3D-тодей, которые поделятся своим различным опытом в сфере 3D-печати. И, собственно, каждый сможет узнать что-то для себя новое. Очень классное мероприятие, я так считаю. Я сам в свое время участвовал в подобной выставке. И могу сказать, что там действительно есть на что посмотреть. Поэтому не знайте, как провести 24 сентября. Покупайте билеты, приходите, участвуйте и развивайтесь вместе с 3D. Планшет Creality Sonic Pad вышел на рынок. Фанаты компании Creality дождались. И, наконец-то, обещанный ими планшет с программным обеспечением Clipper выходит на рынок. Возникает вопрос, зачем этот планшет нужен? Что ж, давайте попробуем в этом разобраться. Creality Sonic Pad это первый смарт-планшет на рынке, который полностью интегрировал прошивку Clipper. Для тех, кто не знает, это очень продвинутая прошивка, которая позволяет настраивать очень тонкие нюансы при 3D-печати и позволяет также добиться высокой производительности вашего 3D-принтера. И сможет повысить даже качество изделия. Это неоднократно было доказано на различных форумах. Маленькая коробочка стоимостью всего 160 долларов. Это действительно немного за такое компактное устройство, которое позволяет управлять вашим 3D-принтером, дает вам следующие преимущества. Ну, с чего стоит вообще начать? Это 7-дюймовый тачскрин, с помощью которого вы сможете там тыкать по разным отделам интерфейса, кстати, который очень выглядит футуристично, мне он лично очень понравился. Там также стоит 64-битная плата, что, мягко говоря, нифига себе, потому что в большинстве стоят 32-битки, если кому-то прям совсем не повезло, 16-битки, а тут целых 64. Также 2 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, что позволяет вам хранить файлы непосредственно в этом планшете, Wi-Fi-модуль и, собственно, вкусная цена в размере 160 долларов. Без планшета Creality Sonic Pad и S время печати можно сократить практически вдвое. Был приведен пример кораблика Benchy, так называемого, который, я думаю, что мы все с вами когда-то печатали. Без клипера время заняло 1 час 45 минут, вместе с клипером удалось сократить до 52 минут. И качество никак не пострадало, хотя скорость была увеличена с 50 миллиметров в секунду до почти 160, что звучит очень даже убедительно. Вот, я думаю, что ни для кого не будет секретом, что первоначально Sonic Pad будет прекрасно, скажем так, себя чувствовать с 3D-принтерами от компании Creality, но также есть возможность интегрировать его под ваш либо самодельный принтер, либо купленный, потому что это программное обеспечение позволяет вам просто сохранять же код, сделанный в клипере. Вот. Супер? Супер. Следующая новость будет посвящена искусству. Утерянная картина Ван Гога была восстановлена с помощью 3D-печати. Просто вдумайтесь, что происходит вообще? Как такое вообще возможно? Смотрите, какая история. Исторически очень многие художники переживали не самые легкие финансовые времена. Ну, ваш покорный слуга тому не исключение. Но как бы то ни было, художники периодически были вынуждены перекрашивать свои полотна, чтобы сэкономить там на материале, на холсте или на красках, я не знаю, на чем угодно. И Ван Гог, к сожалению, не стал исключением. И его картина, написанная 135 лет назад, Карл, 135, была перекрашена им же самим. Как вообще это удалось выяснить? Ученые нашли его заметки, в которых он рассказывал о том, что он написал некую картину, где двое мужчин. Как бы это сейчас странно не звучало, но тем не менее, факт остается фактом. И он ее перерисовал потом какими-то цветами. Вот, в общем, ученые с опытом использования искусственного интеллекта и 3D-печати смогли как бы добыть оригинал этой картины, просветили его рентгеновскими излучениями и действительно выявили, что за первоначальной, точнее, за текущей картины находится первоначальное полотно. Они с помощью искусственного интеллекта смогли фрагментированно его восстановить и затем с помощью 3D-печати собственно напечатали эту картину. Конечно, странное решение, когда можно было использовать там какой-нибудь ЧПУ, там, я не знаю, или просто какую-нибудь там рисовалку. Но они ее почему-то решили просто печатать. Вот, и тем не менее, они смогли, как им кажется, весьма достоверно восстановить эту картину. И мне кажется, это очень прикольно. Просто вау этим ученым, круто, что они вообще смогли докопаться до таких заметок. Непонятно, кому это нужно, зачем, но результат клевый. Короче, Ван Гог это был тот самый чувак, который оставлял пасхалки еще до того, как это стало мейнстримом. Германия планирует использовать лунный грунт для 3D-печати. Исследователи из немецких институтов планируют отправить роботизированный 3D-принтер на Луну, чтобы печатать там по методологии SLM, то есть это селективное лазерное спекание. Вот, а материалом для непосредственно самой печати будет использован лунный грунт. Почему вообще такое решение было выбрано? Ну, как минимум, ребят, потому что отправлять материал на Луну это очень-очень дорого. Ребята из Германии, скажем так, решили продвинуть вот эту тему вторичного использования материала и предложили свой проект как бы правительства. Он называется «Восход Луны». О, как пафосно. Вот, в общем, проект «Восход Луны» получил первичное финансирование в размере 5 миллионов долларов, где ребята построили в своем... Сейчас я вам скажу, как он точно называется. Он называется Ганноверский лазерный центр. Вот, они объединились вместе с Берлинским технологическим университетом и создали первый вот прототип так называемого роботизированного роботизированного 3D-принтера. И они провели испытания полигонные, но как бы на Земле. Все-таки на Луну слишком уж дорого отправить, но они воссоздали лунную, скажем так, вот эту пыль. И, собственно, начали там это все спекать. И тесты показали, что технология работает и это действительно можно делать. Как бы сейчас ребята ищут финансирование, хотят попытаться этот проект уже реализовать на Луне. И в целом, на самом деле, если так задумываться глобально, подход очень правильный. Потому что вместо того, чтобы таскать как бы все там с нашей планеты на спутник, можно использовать материалы непосредственно самого спутника и печатать уже там здание непосредственно из пыли. И остается только ребятам пожелать удачи и будем надеяться, что когда будет следующий полет на Луну, там уже что-то построят. Компания стейкхолдер показала напечатанную мраморную говядину. Жадина говядина турецкий барабан. Израильская компания стейкхолдер Фудс Лимитед представила свой новый продукт. Кусочки говядины Амакасе, изготовленные методом биопечати из культивированного мяса. В общем, история такая, то что сейчас, как вы знаете, очень много людей начинают плавно отказываться от мяса, в пользу каких-то там веганских продуктов и на фоне этого спрос на биовыращиваемое мясо очень сильно возрастает. К сожалению, цена такого продукта, конечно, остается достаточно высокой, но по крайней мере технологии уже доступны. И вот израильская компания тому доказательством. Что они сделали? Они сделали биопринтер, на котором искусственно синтезировали из бычьих стволовых клеток собственно мясо. То есть при классическом методе добывания мяса, что происходит с быком, я думаю, вам не нужно объяснять. А ребята просто выращивают это мясо и затем его печатают. У принтера есть несколько головок, каждый отвечает за определенную роль. Самая основная, конечно, посвящена мясу. Вторичные головки печатают жировые клетки и что самое-самое интересное, это то, что они взяли за основу мясо так называемое вагю. Для тех, кто не знает, это очень дорогая мраморная говядина. Она чем отличается от обычной мраморной говядины? Тем, что там очень высокая мраморность так называемая, это количество вот этих жировых прослоек в мясе. И вообще как бы поговаривают, что мясо вагю, собственно, которое делается из бычков, там бычкам предоставляет какой-то просто элитарный сервис, что им там делают там, не знаю, массаж, надеюсь, не простаты, что им там дают слушать какую-то музыку, что их там кормят какой-то специальной едой, и вот бычки такие вот все, они такие расслабляются, и у них получается такое жирное мясо, просто потому, что они ленивые и ничего не делают. Но как бы то ни было, цена на это мясо, оно просто чуть ли не в десятки раз дороже, чем обычная мраморная говядина. То есть цена там может за порцию доходить до 10 тысяч рублей, или синтезировать искусственное мясо, они еще могут его настроить. Представляете, они могут изменять количество жира в самом мясе, они могут настраивать его жесткость, то есть есть люди, которые любят мягкие кусочки, там вот как филиминьонда, скажем, кто-то любит вот там как стриплоин такой пожестче. Вот если вдруг вообще не понимаете, о чем я говорю, просто вот советую вам попробовать вот такую говядину, если вы раньше как бы не пробовали, это очень вкусно. И что самое классное в этой новости, это то, что при изготовлении такого мяса, конечно же, ни один бычок не пострадал, я думаю, что это очень верное направление в развитии как бы человечества, в какой-то осознанности и кровопролитии, что ли. Так что мы желаем израильской компании удачи, надеюсь, мы с вами скоро попробуем биомясо, лично мне было бы безумно интересно такое попробовать. Вот, господа, это были вот такие свеженькие новости на сегодня, мне кажется, подборка была такая очень разноплановая, интересная. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, оставляйте там свои комментарии, если у вас есть какие-то там предложения по развитию, также пишите нам. Самое главное, не забудьте подписаться действительно на наш канал. Такие новости сейчас по возможности будут выходить почаще. Вот, я по-прежнему ваш покорный слуга Стефан буду искать интересные новости для того, чтобы и мне, и вам было интересно узнавать что-то новое о мире 3D-печати. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok